Когда в новостях упоминается вот это сочетание кишечная палочка, там заразились кишечная палочка, здесь заразились кишечная палочка, кишечная палочка обнаружена в воде в таком-то регионе, отдыхающие заболели, заболели, отравились. Многие думают, что кишечная палочка это что-то такое постороннее нам. На самом деле у каждого из нас в организме есть кишечная палочка, но к каким-то серьезным патологиям она не приводит. Что же за кишечная палочка, которая заражает летом людей? Откуда она берется? Почему в водоемах она может быть? Почему в продуктах питания может она быть? И в каких продуктах питания, казалось бы, нонсенс? Как быть, если у вас появилась эта кишечная палочка? Как быть, если все симптомы отравления есть? И как оказать первую помощь? Сегодня будем говорить с замечательным доктором, врачом-инфекционистом кандидатом наук Андреем Викторовичем Матюхиным. Здравствуйте, Андрей Викторович. Я вас приветствую, приветствую всех зрителей. Наконец-то вы в студии у нас. Наконец-то в нашей телевизионной клинике ведете прием, потому что это очень важная тема, летнее отравление. Вообще, на самом деле, пока я говорила о подводке, конечно же, конечно же, все мы понимаем, откуда берется кишечная палочка. Про продукты питания хотелось бы сразу спросить. Немытые руки, какие-то нарезанные фрукты на улице, все это может содержать эту неприятную бактерию. Правильно? Да, безусловно, это так. Но я бы хотел начать рассказать несколько слов из истории. Все-таки это действительно важно. Впервые эту кишечную палочку, и назвали, собственно, в честь первооткрывателя, скажем так, осуществил немецкий педиатр, педиатр Теодор Шерихи в 1886 году. Он обратил внимание на то, что дети достаточно часто болеют кишечными инфекциями. Ну и при обследовании, при анализе кала была выделена действительно кишечная палочка, которая позднее была названа в честь его имени. В 1894 году наш российский ученый Кабричевский уже экспериментально доказал этиологическую роль, то есть то, что эта кишечная палочка играет основную причину, да, ну одну из основных, скажем, в кишечных расстройствах у детей. Ну и позднее уже Кауфман с 1942-1945 год отдифференцировал патогенные и непатогенные кишечные палочки. Ах, вот оно что! Да, да. И вот следом сразу продолжим. Действительно, кишечная палочка заселяет кишечную, ну скажем, желудочно-кишечный тракт и составляет примерно 1% от всех микроорганизмов, которые находятся в желудочно-кишечном тракте. Разделяют кишечную палочку, резидентную так называемую, резидентную кишечную палочку, которая, ну собственно, является не патогенной. Она вместе с лакто-бифидобактериями осуществляет защитную роль, участвует в выработке ряда биологически активных веществ. Есть условно-патогенные кишечные палочки, которые обладают другими ферментативными, иными ферментативными свойствами. И вот эти вот кишечные палочки при определенных условиях могут проникать в кровь и распространяться по организму, вызывая различные патологии, включая патологию мочеполовой системы, да, могут проникать в легкие, могут проникать, если в легкие, это пневмония, в центральную нервную систему с развитием менингитов и менингоэнцефалитов. И есть кишечные палочки, ведь кишечная палочка, по сути дела, не только у человека присутствует в составе микрофлоры. Это и крупный рогатый скот, это и птицы, даже у рыб есть. У рыб? Да. То есть не надо купаться и глотать воду? Это там механизм немножко другой. Вот. И вот эта вот кишечная палочка, которая попадает в организм извне, она является достаточно серьезным агентом, который может вызывать патологию желудочно-кишечного тракта и не только. Почему? Потому что она отличается от той кишечной палочки, которая уже основалась? Безусловно. Безусловно. Она отличается антигеном составом, она не представляет той ниши. Все микроорганизмы в желудочно-кишечном тракте занимают определенные ниши, то есть определенные концентрации. И в таком составе они помогают организму совершенно в различных процессах жизнедеятельности. А те микроорганизмы, в частности, кишечная палочка, которая попадает извне, ну, например, с молоком. Например, с сырым молоком, не кипяченым, да? Абсолютно верно. С плохо термически обработанным мясом, да, вот от крупного рогатого скота. Как правило, это гемолитическая, да, так называемая энтерогеморрагическая кишечная палочка, которая может приводить к достаточно серьезным последствиям, с развитием синдрома Гросса, так называемого, да, геморрагически-уромического синдрома. Вот. Достаточно серьезная патология, которая может привести к острой почечной недостаточности и смерти. Какой кошмар. Чуть-чуть отвлечемся от темы кишечных инфекций. 8-800-707-08-27, номер, по которому вы можете звонить, задавать ваши вопросы. Нам дозвонилась телевизорительница Марина, у нее вопрос по другой инфекционной болезни. Марина, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Огромное спасибо за передачу. Очень интересно, просто замечательная передача. Еще в будущем хотелось бы послушать по болезни Альцгеймера передачу, у вас такого, по-моему, не было еще. Будут, будут. Очень хорошо. А вопрос у меня к уважаемому инфекционисту вот следующий. Дело в том, что я в глубоком детстве болела ветрянкой, как многие дети, но вот сейчас я уже пожилой человек, и вот у меня у многих знакомых был опоясывающий лишай. Вопрос у меня следующий. Нужно ли и какую тогда сделать прививку, чтобы избежать вот этого страшного заболевания, опоясывающий лишай? Есть у меня необходимость в прививке? Если есть, то конкретно какое название прививки? Да, спасибо за вопрос. Вероятность развития после перенесенной ветряной оспы опоясывающей, по сути дела, если говорить о этиологическом факторе, это, как правило, третий тип герпес вируса. У детей он вызывает ветряную оспу, а у пожилых людей может вызывать опоясывающий герпес. Стоит ли делать или не стоит вакцину от этого заболевания? Ну, в первую очередь нужно понимать, насколько ослаблен организм. Не просто так брать и ставить вакцину никакой необходимости нет, потому что антитела, по сути дела, при нормальном иммунитете сохраняются пожизненно. Нужно посмотреть количество антител, сирологические реакции, если их много, то никаких вакцин ставить не надо. А вот у лиц иммуно-скомпрометированных, у которых есть проблемы с иммунной системой, у которых есть тяжелые соматические заболевания, об этом подумать стоит. Марина? Да, дело в том, что я сдавала на антитела к ветрянке, там не говорится, сколько конкретно. Есть антител или нет антител? Вот такое. Да, вы сделали, вы выполнили сирологический анализ, определили иммуноглобулины М и G. Нужно смотреть концентрацию иммуноглобулина G, сколько его. Ну и если вы просто выполнили при наличии антител, я думаю, и в достаточно стабильном здоровье необходимости в этой вакцине нет. Здорово. Марина, спасибо большое за ваш вопрос. Андрей Викторович, возвращаясь к теме кишечной палочки. Основные пути заражения летом? Основной путь, давайте скажем так, что кишечная – это граммоотрицательный микроорганизм. Что это значит? Подвижный. Ну, существует определенное окрашивание, и вот поэтому окрашен он красного цвета, вот скажем так, да, окрашивается анилиновым красителем. Этот микроорганизм подвижен за счет жгутиков, которые имеются у этого микроба. Он может длительно сохраняться в условиях внешней среды, то есть в почве, в воде, на игрушках детских. Даже может присутствовать в детском питании. Если говорить про молоко, как пищевой продукт и источник этой инфекции, то установлено, что порядка 30 дней в молоке может сохраняться, да, кишечная палочка. А вот пастеризованное, вот стерилизованное молоко, это же не кипяченое? Значит, все равно, если молоко пастеризованное и стерилизованное, кишечная палочка, патогенная кишечная палочка, ее там не будет. Поэтому можете совершенно спокойно. Речь идет о сыром молоке, о сыром молоке. Вот это вот бабушки в деревню, из-под козы, из-под коровы, самое-самое вкусное парное, да, парное называется. Я прошу прощения за то, что перебиваю вас. У нас еще один звонок есть. Галина к нам дозвонилась. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, сейчас очень вопрос такой своевременный. Все говорят, что больше всего у нас витамины в кожурах, яблоки, все, в общем-то, сейчас сезон овощей, ягод и все. Я замачиваю потом кипятком. А как вот и с ягодами быть? Ну, замачивайте кипятком только, чтобы оно не сгодится. Или там лук с яблочным. Вот такая вот обработка. Мне интересует. Кишечная палочка, если ее подвергать термической обработке, достаточно 60 градусов, в течение 15 минут микроорганизм уничтожается. Поэтому вот такая температура, она в принципе будет достаточно. Ну, и, конечно, ультрафиолетовые лучи летом особенно, да, они достаточно быстро уничтожают этот микроорганизм. Вот. Основное, безусловно, это мытье. И вот 60 градусов будет вполне достаточно для того, чтобы этого микроорганизма в течение 15 минут при кипячении он гибнет практически мгновенно. Ультрафиолетовые лучи тоже кишечную палочку быстро-быстро инактивируют. То есть малина с куста, которая находится под прямыми солнечными лучами, а, скорее всего, на ней нет кишечной палочки. Да. Ну, это хорошая новость. Хорошая новость. Там другое что-то может быть. Может быть и другое. Но кишечной палочки там точно нет. Спасибо большое за ваш звонок. В продолжении продуктовой темы Наталья спрашивает. Здравствуйте, может ли острый перец, лук и крепкий алкоголь предотвратить такого рода отравление? Отравление кишечной палочки, конечно, эти субстраты могут снизить активность, да, ну, в частности, алкоголь. Но чтобы полностью инактивировать кишечную палочку патогенную, ведь мы же не знаем, сколько попадает в организм человека. Ну, и с другой стороны, избыточное употребление алкоголя может привести к снижению функции иммунной системы. То есть иммунитет будет работать, скажем так, в меньшей степени активно. И, конечно, сам по себе алкоголь не предотвратит заражение. А вот лук, чеснок, острый перец? Я вот тоже здесь говорю, что вероятность того, что ее меньше будет, да, но полностью инактивировать нет. Может быть, к счастью. Так, сырое молоко. Что еще? Мясные продукты. Речь идет о плохой термической обработке, ну, вот, например, мяса, да. Я уже сказал, что кишечная палочка присутствует, ну, точнее сказать, является флорой не только желудочно-кишечного тракта человека, да, но и животных. И вот недостаточная термическая обработка мяса может привести к попаданию этого микроорганизма, фекально-оральный механизм, так называемый, да, то есть через руки в рот с дальнейшим развитием заболевания. Вот, также существует, конечно, и водный путь передачи, да, и вот как раз через немытые овощи, фрукты тоже, как один из вариантов. Ну, и контакт на бытовой путь не исключается, потому что здесь нужно обязательно выделить, что наиболее опасны люди, которые, ну, естественно, речь идет о кишечной инфекции, вызываемой шерихи и коле, те, которые болеют легким, у которых легкое течение заболевания. То есть явных клинических проявлений нет, а, допустим, детский сад, да, пришел воспитатель, у нее легкие проявления этого заболевания. Естественно, он никому ничего не может, не скажет, потому что, ну, раз-два диарея, да, не помыла руки, взяла ребенка, игрушки-то, не знаю, ребенок руку засунул в рот. Вот и вариант развития, один из вариантов развития этого заболевания. Вообще же руки, как многие, даже вот в общественных туалетах, там, в торговом центре, еще что-то, как моют руки? Поможет это смыть кишечную палочку? Ну, если вот так, как вы показали. Ну, да, вот просто вот это сполоснули и пошли. Конечно, здесь речь идет о механическом, механическом, да, вот механическом, если струя воды, да, без мыла вы имеете. Если с мылом, то все будет чисто, а если без мыла, то, конечно, вероятность того, что останется, да. Смысла нет в таком те рук, дорогие друзья, все равно, что вы их не помыли, правильно? Да, да. Ну, и, наверное, я немножко расскажу о тех кишечных палочках, которые попадают в организм извне, да. Это может быть почва, это может быть вода, это могут быть игрушки детские, да, в детском коллективе. Ну, водный путь, как правило, это попадание микроорганизма осуществляется за счет нарушения санитарно-гигиенических норм и сброса стоков воды, вот из детских садов, из больничных условий, да, не обеззаражено. А в бассейне может быть кишечная палочка в воде? Там же хлорка. В бассейне нет. Хлорный известь полностью уничтожает и является одним из таких средств, который убивает, да, кишечную палочку. У нас есть звонок еще. Да. От Валентины. Валентина, здравствуйте. Валентина, вы в прямом эфире. Здравствуйте. 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 Вот, пропиваю. Потом через некоторое время я опять даю мочу, опять появляется эта кишечная палочка. Вот, я, конечно, много антибиотиков пью, когда от этой кишечной палочки. Вот надо с ней не бороться. Вред, знали она, эту кишечную палочку. Хороший вопрос. Да, спасибо вам за вопрос. Ну, я никого не хочу обидеть, но вот скажу несколько слов. Первое. У женщины достаточно рядом располагается прямая кишка с влагалищем. Я уже говорил, что кишечная палочка может двигаться, да, то есть она обладает свойством перемещаться. Скучно ей жить в кишечнике своими лапками. Да, она может попадать в половые пути женщины при, ну, скажем так, недостаточной гигиене половых органов. Поэтому вот такой механизм попадания кишечной палочки возможен. Ну, и второй вариант, второй момент, который тоже очень важный, это правильный сбор мочи, да. Перед тем, как сдать мочу, вы должны, ну, и, может быть, вам доктор говорил, может, нет, первую порцию, там, утреннюю, допустим, ее нужно немножко вот спустить, да, а вторая порция, ну, это, естественно, после гигиены, и вторая порция мочи сдается. Вот если во второй порции действительно присутствуют бактерии, которые определяют посевом, да, на питательные среды, здесь, конечно, нужно задуматься о, действительно, о применении специфических препаратов. С антибиотиками здесь только в том случае, когда флора резистентна, резистентна, либо есть клинические проявления. С ними нужно быть очень аккуратно. Как правило, часто в практике используют колебактерины. Вот, если вы пробовали, если вам доктор назначал, они достаточно хорошим эффектом обладают. Если не помогает, и есть клиническая картина, я подчеркиваю еще раз, не просто так брать и лечить наличие микроорганизма, который не дает никаких клинических проявлений и не мешает вам жить, я вам не советую. А так вообще цистит может быть? И цистит может быть, и пиолнефрит. И пиолнефрит, это уже серьезнее. Да, да, то есть восходящим путем проникновения инфекций с развитием вот этих вот состояний. Спасибо большое, Валентина, за ваш вопрос, который шире позволяет нам посмотреть на эту тему. А во время полового акта, я прошу прощения, мужчина, женщина, мужчина, можете передать эту палочку? Ну, если используются нетрадиционные, скажем так, контакты. Мужчина, женщина не может. Понятно. Как вылечить кишечную палочку гемолитическую, пилобактериофаги, поливалентные и колипротейные по 10 дней, амасицклин, дней 5? Я прошу прощения, кто придумывает название для этих лекарств? 10 дней сейчас пью, а вчера закончился, все равно проблемы со стулом остались, сильный запах, еще и проблемы с кожей. Какое огромное количество препаратов для лечения кишечной палочки. Да, видимо, не сработал механизм сначала использования. Да, потом антибактериальная терапия специфическая, да, вот цефалоспорины использовались в данной ситуации. Здесь очень важно посмотреть состав микрофлоры, да, если вы сдавали анализ каланец на дисбактериоз, нужно смотреть состав микрофлоры и чувствительность к, если выделен патогенный возбудитель, чувствительность к нему, какие препараты работают. Вот. А что касается запаха стула, запаха при дефекации, ну, я говорю, здесь нужно смотреть состав микрофлоры, потому что, возможно, помимо всего этого использования, если недостает каких-то микроорганизмов, да, лакта, бифидобактерий, нужно использовать дополнительно пробиотики. Про биотики. Это могут быть продукты питания, не знаю, там, капуста квашеная, кефир? Нет, речь идёт о препаратах, таких препаратах, как... Это именно препараты. Препараты, да. Я опять же подчеркну, что нужно знать состав микрофлоры, потому что ряд условно-патогенных бактерий могут давать подобную клиническую картину. А скажите, пожалуйста, вот человек, например, заразился кишечной палочкой. Обязательно будут какие-то симптомы или не обязательно? И от чего это зависит? Зависит от сероварианта, который попал в организм человека. Наиболее агрессивные сероварианты – это вот так называемая О157H7, энтерогеморрагическая кишечная палочка. Ну и вторая тоже из этой группы – О104H4, которые могут приводить к достаточно серьёзным последствиям. Болеть могут и взрослые, и дети. Попадает, я уже говорил, это животное. Плохо термически обработанное мясо, да, молоко. Вот развивается, может развиться гемолитико-уримический синдром, синдром Гросса, так называемый. Это гемолитическая анемия, это тромбоцитопения, да, снижение уровня тромбоцитов, снижение уровня эритроцитов. Это острая почечная недостаточность, и это токсическая энцефалопатия. Вот эта вот триада-четвериада, да, может привести к тому, что всё закончится достаточно плохо, особенно у детей до 5 лет. Какой кошмар! Другие кишечные палочки из патогенных, скажем так, да, которые извне попадают, они менее агрессивны. Вот энтероинвазивная кишечная палочка, которая может напоминать по клинической картине дизентерию. Кстати, энтерогеморрагическая тоже самая клиническая. У неё, у этой палочки есть два токсина, токсин шига, так называемый, первого и второго типа. Что происходит? По сути дела, возбудитель разрушает эндотелий мелких сосудов, максимальных отделов толстой кишки. Там образуются тромбы, сгустки. Всё это приводит к ишемии и к некрозу. В стуле появляется кровь. Могут быть ложные позывы, так называемые тенезмы. Температура повышается. И вот на шестой-восьмой день от начала заболевания может развиваться вот это грозное состояние, которое, мы говорили, гемолитико-уримический синдром, который может закончиться неблагоприятно. Энтероинвазивная, энтеропатогенная кишечная палочка может напоминать, и даже не напоминать, протекает, и по-другому можно назвать диарея путешественных, так называемая. Да, вот смена места, смена климата, да, особенно это жаркие страны. Такое холероподобное течение, скажем, ну, условно. Вроде и живот не болит, а понос, тошнит, слабость, температура может быть субфибрильная. Ну и достаточно быстро всё это заканчивается. Опасно, безусловно, для детей, потому что они имеют небольшую массу тела, и может наступить быстро обезвоживание. Мы поговорим о первой помощи, мы поговорим о том, как провести летний отдых без кишечной палочки. У нас ещё впереди с Андреем Викторовичем будет рубрика, которая будет после рекламы. Андрей Викторович, если мыть руки, если мыть овощи, это стопроцентная защита от кишечной палочки? Или всё-таки нет? Если человек в водоёме, да, где-то там глотнул воды, ещё что-то, ему нужно ли принять какой-то сорбет? Давайте сейчас такую небольшую заявку сделаем на следующую рубрику, чтобы наши зрители понимали, о чём мы будем говорить. Хорошо. Я уже говорил, что кишечная палочка, она бывает резидентная, да, та, которая постоянно присутствует и не наносит нам вреда, она приносит пользу. Есть кишечная палочка с изменёнными свойствами, она тоже в желудочно-кишечном тракте представлена, и вот она может в определённых условиях давать клиническую картину. А то, что проникает снаружи, это уже патогенные штаммы, патогенные, которые протекают более агрессивно и более тяжело. Друзья, поговорим об этом ещё более подробно через небольшую паузу, буквально через пару минут после рекламы. 8 800 770 827, наш телефон, и также у нас работает телеграм-канал. КОНЕЦ